добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте радио nvc.com и конечно же на нашем youtube канале всех приветствуем и час с иваном денисовым так называется наша программа здравствуйте он здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели техника сегодня мне мешало но я с вами так что все нормально на техника сегодня и нам мешало мне удалось со 157 попытки с вами соединиться перезапустить skype в общем все все что все что необходимо в этом случае да итак начнем наверное с того что происходит в афганистане какое какие будут последствия в частности если говорить о китае совершенно верно похоже никуда нам в ближайшем будущем от этой темы я имею ввиду афганской не деться и сегодня вот давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения китайской проблемы потому что но она действительно важно это безусловно благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и начиная китайцы они вообще люди опытные и во многом даже более и искусны в манипуляции американской политикой чем товарищи из кремля потому что у товарищей из кремля такой более топорный и прямолинейный подход китайцы они многому научились конечно же у москвы и когда еще там обретались коммунисты но и сами что называется хорошо потому что все мы помним как в результате многоступенчатых интриг в конце сороковых годов китай захватили как раз коммунисты при том что американские люди американские дипломаты американские военные они либо их должным образом обработали окружив соответствующими советниками так чтобы они поддерживали кого надо либо их замалчивали вспомнить как быть может подробнее об этом поговорим историю генерала ведемайра который в общем-то предупреждал о том что с мао джеду нам не надо связываться но его рапорт засекретили и замолчали в нужный момент и потом когда уже тогда еще повторяю китае коммунисты коммунисты из китая и союза они еще действовали более-менее вместе когда же случился раскол то китайцы сталинах пытаться находить в пути воздействия на американскую политику через в том числе или вроде бы антикоммунистов преимущественно среди демократов вспомнить такого казалось бы не заурядного человека как генри джексон о чем мы говорили сыграли и на конфликте на холодных конфликте холодной войны между советским союзом и соединенными штатами так или иначе когда привлекли на свою сторону никсона так что это не только на демократов работала конечно же и теперь глядя на то что происходит в афганистане они опять ориентирована на то что получить из происходящего максимальную выгоду здесь знаете странным образом ситуация склад как в свое время складывалось тоже во вьетнаме когда с одной стороны китайцы были озабочены тем чтобы распространить свое влияние на весь вьетнам с другой стороны они боялись что у них инициативу перехватит советский союз и говоря и посылая громкие проклятия в адрес вашингтона они на личных встречах говорили американским дипломатам старайтесь из вьетнама не уходить нам это не выгодно а вот посмотрим с вами на афганистан теоретически если бы американцы в афганистане оставались то и китайцы бы это тоже развернули так или иначе к себе на пользу потому что тогда у них был бы минимум опасности связанные с тем что пришедшие к власти талибы будут мстить китайцам за то как китайцы обходится с мусульманами и здесь американцы до играли какой-то такой сдерживающий фактор но с другой стороны уход соединенных штатов да еще то как все это происходило он все же китаю позволяет гораздо больше и в принципе конечно же гораздо более выгоден но давайте смотреть каким образом во первых американское нахождение в афганистане она могла так или иначе оказывать непосредственное воздействие на то что происходит но больше в россии конечно же но и на китае в общем то тоже в россии но это вообще есть такое высказывание разместите если вдруг у путина чешутся руки залезть куда не надо то разместили бы в афганистане пару ракетных баз и у путина чешутка бы ручная сразу прекратилась что было бы с китаем сказать уже сложнее но допускаю что и на китае из афганистана подобное воздействие оказать можно было сейчас такая перспектива она исчезла и конечно же и китай путин еще составляем за кадром китае очень и очень этим обстоятельством доволен далее у китайцев появилась возможность во первых добраться до афганских полезных ископаемых они там есть а во вторых заключить с талибаном целый ряд сделок ну которые американское правительство заключать бы конечно же не стала вне зависимости от того кто в американском правительстве находился бы а китайцам ну собственно говоря на здоровье тем более что получив реальные деньги и получив серьезные кредиты без необходимости быстро расплачиваться я подозреваю что даже самые убежденные последователи пророка и учения его а они бы вдруг забыли о том что в китае с единоверцами обходятся не слишком вежливо потому что деньги они в данном случае талибам я полагаю важнее кроме того китай уже опробовал на и в африке и в южной америке систему так называемого долгового колониализма а именно когда страна попадает к ним в долги и тем самым оказывается сильно связаны в африке это особенно хорошо работает при трампе этому пытались противостоять сейчас я уже не слышу чтобы эти попытки возобновлялись поэтому афганистан будет естественно использоваться вот тоже для такой постепенной колонизации и кроме того у китайцев появляется очень хорошая возможность заполучить себе в союзники террористическую заведомо группировку потому что китайцы они в данном случае совершенно точно коммунизм не будут предлагать талибаном они похитрее они будут предлагать деньги экономическую помощь и так далее и постараются подчинить себе полностью если нет талибан то по крайней мере какую-то часть его и тем самым китайцам будет проще взаимодействовать и с россией кстати говоря так как товарищ путин китайцев боится это общем-то понятно и с индии потому что индии очень серьезный конкурент а когда у вас в кармане афганистан или по крайней мере талибы и есть возможности с пакистаном объединиться и вот индию таким образом терроризировать пугать посылать туда террористические группировки а были отдельных террористов обученных афганистане но в общем для китая конечно же раздолье есть и психологический момент о котором я уже не раз говорил а именно что китай теперь все активнее активнее точит зубы на тайвань и хотя байдена и его окружение все они последнюю неделю били себя в чахлые груди и говорили что да нет никогда тайване не сдадим а он наш мы там с ним заодно это разные ситуации это как с израилем хотя здесь бы я тоже уже слегка забеспокоился но это когда сам джо вроде как заговорил о том что будем пойду защищать тайвань всеми силами как-то потом его поправили что ничего такого серьезного он не имел ввиду поэтому у тайваньцев конечно же повод для волнения остается повод для волнения он во многом оправдан еще и тем что в последнее время весьма и весьма забеспокоились в японии в японии где я тоже уже сотый раз напоминаю это важно поэтому и напоминаю в японии демократам не верят в принципе мы по крайней мере либерально демократическая партия которые на данный момент у власти они могут проиграть так как к вид он странным образом выбивает из власти консерваторов более-менее правых заметь что общем показатель или заставляет их двигаться влево что показатель не слишком здорового положения нашего сегодняшнего общества но вот есть опасность что на грядущих выборах в японии и они либерально демократическая партия утратить свое положение тем не менее пока они есть и они в последнее время находясь власти и повторяю явно не испытывая большой любви и большого доверия к товарищам в белом доме и в пентагоне они активизировали в последнее время и риторику и поддержку тайваня и министр обороны набу киси и один из его весьма красноречивых заместителей и сухида накаяма они во-первых особенно накаяма в открытую называют тайвань страной что для китая как нож по сердцу тем более даже не все американские политики это делают премьер суга тоже совершил это страшное прегрешение и если японцы вот так вот это серьезно на самом деле по азиатским меркам такие вот высказывания если японцы так говорят то кажется они видят себя главными защитниками тайваня они как не соединенные штаты мне очень хочется надеяться что до серьезного конфликта дело не дойдет но факт остается фактом тайвань который предавался уже не раз так или иначе самыми разными администрациями на сегодняшний день выглядит наиболее уязвимым и и китайцы возможно будут использовать все даже не обязательно кстати говоря прямую агрессию а получив снова себе на вот ту самую огромную территорию на которой можно выращивать каких угодно террористов то они могут спокойно для использовать как доморощенных просто обученных в афганистане так и исламских террористов для того чтобы оказывать необходимое воздействие на тайвань поэтому здесь опасность тоже очень и очень серьезно и как с ней справляться ну японцы вот к ней готовят тайване я думаю тоже а вот что касается соединенных штатов здесь у меня некоторые сомнения потому что ну если мы с вами посмотрим на то что происходит в последние дни после собственно говоря того что мы обсуждали неделю назад то мы увидим что в реальности абсолютно никакого плана и не беннице да собственно и не а мы не наблюдаем то есть четко система как сделать так чтобы раз решили выходить то выходить с наименьшими потерями нет и все указывает на серьезную даже не столько военную сколько на такую пиар если хотите на сегодняшний день едва ли не более серьезно чем военные поражение но и да то что территории захватываются талибан им то что был достигнут и на протяжении этих 20 лет да все конечно же рушится но это повторяю не должно восприниматься как поражение соединенных штатов это просто бестолковые действия вполне определенных политиков которые вы оказались у власти и но не мне конечно давать советы тем не менее но в реальности ситуацию как-то надо спасать а не прятаться от ответов и не говорить что во всем виноват трамп и при этом конечно же надо изо всех сил избежать возвращения американских войск туда потому что ну когда ты вышел то потом возвращаться это совсем не очень был эпизод когда пришлось это сделать ушли из южной кореи туда быстро вторглись северяне пришлось вернуться и пример южной кореи это да тот самый случай когда американское присутствие страну спасло и ее сохраняют относительно безопасности кстати говоря хотя очень многие изоляционисты критиковали кстати говоря нахождение американских войск там мы говорили что страна отсталая она ни к чему не может из нее ничего получиться и никогда она не станет развитой ну тут как видим получилось по-другому с афганистаном посложнее но не в этом даже дел так вот возвращаться туда все-таки конечно не хотелось бы но и можно этого избежать во первых мы видим появились какие-то силы которые сопротивляются талибам конечно не стоит думать что это борцы за демократию и лучшие друзья запада но по крайней мере пока они сопротивляются поддержку им оказывать надо ахмад масуд ахмад шахмасуда активизировался и готов биться с талибаном мы переговоры вести правда тоже ну и разобраться конечно надо бы действительно ли он собирается сражаться ли только деньги хочет тянуть но если готов и если действительно есть четкие тому доказательства то да на него можно и нужно делать ставку и стараться оказывать ему поддержку далее нужно исхитриться хотя мы все знаем что спецслужбы сейчас говорят больше плохое но тем не менее необходимо какая-то психологическая и прочая компрома война компроматов чтобы был вбит какой-то клин между китаем россии нынешней конечно же и ираном и они бы получив афганистан между собой благополучно перегрызлись пытаясь поделить сферы влияния это сделать можно сложно конечно же но повторяю для этого нужна осмысленная работа спецслужб а никак не охота за противниками к видных мер сторонниками трампа и точно не спецслужбам не нато не надо делать свои основной целью глобальное потепление вот вполне что мы видим они в последнее время чем они озабочены вот здесь вам пример того когда работать уже нужно и конечно же вот это вот то что я назвал это все более больше более менее реально это все можно наименее реально то что сделать надо в первую очередь а именно надо разогнать весь кабинет байдена и набрать хоть сколько-нибудь адекватных людей туда потому что мы их не видим элемента но во первых где взять этих людей в демпартии принципа двухпартийных кабинетов он уже но он раньше не с ней не часто использовался но иногда все-таки был сейчас ну кажется это уже совсем исчезла и представить себе республиканцев да еще консервативных в нынешнем кабинете очень сложно тем не менее но я бы одного человека наверное байдену порекомендовал пусть он меня разумеется и не слышит а если бы в кабинете появился джим уэб человек с богатым опытом и в бюрократии в армии бывшие республиканцы мы из-за разногласий как раз кстати за воин во многом на ближнем востоке перешедшим в стан демократов то вот этот человек при этом повторяю он против здесь с ним на всем согласен участка неважно против воин но вот я думал бы разобрался более об опасности китая web предупреждал еще в конце 90-х годов на самом деле если вы найдете его статью 98 года он тогда был еще республиканцы насколько я помню то там а как раз предрекается практически все то что мы видим с вами сегодня и вмешательство китайцев американскую политику это как они взаимодействуют и будут влиять на дальнейшем на американские взаимодействия с индии израилем и россии web человек умный прямо скажем так что не во всем с ним можно соглашаться повторяю да еще то что он связался с демократами с нынешними но вот если бы у байдена хватило ума я понимаю что это звучит конечно очень большое такое большое допущение то таких людей как уэб вернуть надо было но не знаю не знаю тем более еще вы помните он же участвовал в праймере 16 года потом ушел и вроде бы даже за трамп собирался голосовать конечно не знаю правда голосовал или нет конечно вот не знаю решаться ли с таким послужным списком возвращать его в кабинет да и вообще решаться ли но тем не менее вот пожалуй этот человек что-то мог бы сделать а так не знаю следим за дальнейшим развитием событий комментируем и ну надеемся на лучшее что нам еще остается здесь передаю слово сергею если сергей что-то добавит о умолкну вообще ситуация довольно странная сейчас я слушаю периодически пресс-конференции представителей пентагона адмирала кирби они как-то сказать достижение говорят о том что вот мы столько-то тысяч эвакуировали вот мы подключили сначала администрация создает какую-то катастрофическую ситуацию а потом пытается из нее вы выползти каким-то образом и преподносит это как заслуга как вообще вершина мысли еще какие-то вопросы у меня возникает вот вспоминая обаму и хиллари клинтон которые продавали оружие исламистам на ближнем востоке а потом чтобы так сказать скрыть свои преступления они пожертвовали послом стивенсом в бенгазе и жизнями других людей вот то что происходит сейчас в афганистане но не так сказать не нужно быть семипядей во лбу что понять вот тот порядок который то распоряжение которое отдал байден однозначно перевооружает талибан то есть там десятки тысяч техники всевозможные там сотни самолетов и вильтам вертолетов там сотни тысяч стрелкового оружия то есть он вооружает талибан что является вопрос который у меня возникает это мотивы или это так сказать продано кто-то за за такой порядок вещей получил какие-то деньги огромные или это продолжение той политики обамовской администрации вооружение экстремистов вооружение исламистов вот такие грустные вопросы неприятные у меня возникают на которые никак не могу не могу получить ответ но какой бы ответ не был какой бы ответ не был на эти вопросы это вызывает отторжение если не шок то что происходит вообще додуматься сдать базу в баграме это уму непостижимо это просто уму непостижимо две взлетные полосы если вы собирались эвакуировать людей а мысль об эвакуации техники оружия вообще не возникало вообще вообще так сказать даже в мыслях нет на миллиарды долларов оружие и техники подарили талибан на миллиарды буквально долларов ну да это же мы дальше кино с вами видим даже не будут на трамп ссылаться который про это говорил шандерс был все разбомбить все эти базы и так далее но простите конечно по кино мы не можем судить о жизни тем не менее в любом нормальном фильме про войну когда люди уходят и оставляют за собой оружие они его взрываются но это как бы правило действительно нельзя оставлять врагу то что ему попадает в руки здесь же происходит но сергей все вам описал довольно точно что касается эвакуации я напомню в том самом сайгоне за девять часов было эвакуировано 7000 человек из сайгона из самого города и примерно 50000 из его окрестностей всего за девять часов и тогда техника была ну гораздо хуже чем ныне почему сейчас мы видим то что мы видим но это опять цена совести сами понимаете и чей кроме того что мы оставили массу оружия я думаю что мы также оставим там массу заложников за которых талибан будет получать наличные деньги в том случае если режим зецпредседателя решит ну как-то их выручать оттуда и это похоже неизбежно в чем это продиктовано какие какие мотивы у них я имею ввиду зецпредседателя я не знаю но так или иначе эти мотивы нехорошие давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально через несколько минут вернемся продолжим если будут вопросы пожалуйста звоните возвращаемся в программу час илана денисова и телефон студии 847 4005 200 давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста большое спасибо за передачу и важную тему которую поднимать у меня есть маленький комментарий два вопроса денисова первый комментарий мне кажется немножко провокационное заявление его что если бы установить ракеты в афганистане направить их на путина вы вспомните советский союз проиграл войну в афганистане потому что он воевал там не с афганистаном воевал со всем западным которая поставляла оружие афганистану в том числе на современнейшие системы по россии сейчас этого не делала когда мире америка была в афганистане так что террористы были все те же самые вопрос у меня такой первое я услышал что иван сказал по каких-то террористов которые гитар китай готовит хотелось бы узнать именно какие-то террористы где они себя проявили вопрос 2 не кажется ли что сейчас надо провести аудит по всем этим расходам в афганистане и показать конкретно пальцами кто с этого получил прибыль потому что мое мнение так как же случай с украиной афганистан это лишь было ширма чтобы выкачивать деньги с американских налогоплательщиков и ложите в карманы американских скажем так сенаторов кабель сменов и прочих людей которые наживаются на войне вот такие вопросы такое мнение спасибо да спасибо но насчет вот этих баз которые могут влиять на российскую политику это сразу признаюсь подчеркнуто мной статьи джима тэрлента бывшего сенатора и кстати говоря одного из кандидатов на пост министра обороны при трампе правда так он и не состоялся уже не знаем хорошо это или плохо но тэрлент да он хорошо разбирается в политике внешней и военных делах поэтому я лично склонен ему верить дальше что касается реста сказал что у вас существует возможность и ее отрицать нельзя потому что если у вас есть вероятность того что вы можете какие-то вопросы решать не вполне законными и террористическими путями есть люди которые могут за вас это выполнить то в принципе всю жизнь коммунистические правительства да и не только но мы говорим что коммунистах этим пользовались и получив повторяю доступ к стране которая была и может в любой момент снова стать лагерем для обучения террористов китайцы эти могут воспользоваться поэтому это много говорилось как одно из вероятных развитий событий напомню вам кстати говоря что в британии уже в общем-то полуофициально объявлена террористическая угроза что там уже ждут активизации местных исламистов так что если там ждут ну что говорить о других стран и по поводу аудита но возможно провести стоит по поводу любых военных действий стоит проводить аудиты я сейчас не будут пускаться в подробности того кому что было выгодно я повторяю что военная операция в афганистане была оправдана и дала хорошие результаты в общем и целом и если бы не действие сего года то мы не знаем чем бы все закончилось а вот но и естественно до разбираться куда уходят деньги на время войны это всегда полезно вопрос кто чем будет заниматься если представить себе чтобы была какая-то был создан комитет сената ну да стоило бы это сделать ну а кто его возглавит демократы от них и я не думаю что мы можем ждать чего-то хорошего а так как номинально большинство у них то демократ комитет возглавит точно демократы поэтому с этим согласен но кто этим будет как всегда кто считает то и получится да не дождался радиослушатель давайте наверное перейдем к следующей теме это суды на местах и демократической администрации это такое достаточно короткий будет сюжет вы знаете я люблю про суды говорить но сегодня вас не стану перегружать тем не менее два довольно любопытных решений одно от судьи я здесь не поручусь за произношение его фамилия как не старался нигде не нашел его выступление матью качмарик насколько я понимаю по правилам русского языка и польского так читается его фамилия как его произносят в техасе откуда где он работает я не знаю качмарик это вообще один из самых страшных монстров для левых когда его трамп назначал его трамп назначил было многое было отравлено стоящие что вот он все что он делает все ужасно и отвратительно и в общем а качмара к счастью не ударил грязь в грязь лицом он восстановила программу трампа смысл который в том что вот искатели убежища они должны оставаться за пределами соединенных штатов как вы помните байденовская байденовский 9 час все это отменил и тем самым еще и без того усугубил кризис на границе тем более что официально это отмена она была только хотя говоря в начале лета в июне но к счастью судья в общем все расписал как надо а именно что администрация нарушает и законы об иммиграции и нынешней администрации конечно и закона администрая административный акт так называемый потому что без отменить существующую политику которую ввел трамп ее теперь необходимо только через не через агентство какое-то а через конгресс так далее что конгресс должен восстанавливать или наоборот отменять то что существует далее судья довольно подробно объяснил и как штаты страдают от наплыва вот этих вот нелегалов и следовательно что раз четко обозначена что страдают интересы штатов то деятельность правительственного агентства то есть данном случае dhs она соответственно нарушает законы и таким образом восстанавливает вот этот самый протокол который был пусть запущен раньше для того чтобы права штатов и их финансовые какое годное состояние защитить здесь что еще интересно но помимо того что судья молодец и все расписал очень хорошо опять складывается очень безумная ситуация я уже вам говорил помните что сейчас ряд правых партий в европе но я на скандинавских сосредоточился за ними больше слежу они оказываются ближе к американским идеям чем американские партии и вот это самая идея оставайтесь за нашими границами пока с вами не разберемся а еще лучше и получаете убежище где-нибудь там у себя вот сейчас эта идея она пользуется очень большой популярностью в дании в норвегии кстати говоря и партии которые так или иначе продвигают они их рейтинг растет как я вижу и в этой ситуации почему-то получается так что демократы которые громче всех нам кричали что давайте посмотрим на скандинавию давайте посмотрим на данью на норвегию теперь они почему-то туда смотреть уже не хотят а вот напротив дании норвегия посмотрели на соединенные штаты и на то что делал трамп и его администрация для борьбы с нелегальной иммиграции и вы видите это перенимают пытаются перенимать пока это все-таки тоже так не везде еще принято но тем не менее а вот здесь как-то сразу у демократов образовалась это слепое пятно и они этого не заметили вот хорошо что качмарок им напомнил и уже где-то это говорил может даже и у нас в разговоре пусть его фамилия американцам это сложно сложнее оценить но то что она созвучно русскому слову до кошмарик вот пусть он и станет кошмаром для демократов правда увы его решение остановила алито и of all people как говорится но не окончательно сейчас знаете вроде бы верховный суд он не работает но отдельные судьи могут принимать решение до какого-то более подробного рассмотрения и вот решение качмарка алито застопорил до вторника насколько я помню а вот чтобы дальше мы посмотрим если верховный суд его отменят это конечно будет не очень хорошо потому что повторяю качмарок по моему безукоризненно выстроил свое заключение и еще один судья тоже он из техаса это же это давние кошмары демократов уже его назначал еще буш свое время младше правда рита коннор зовут этого судью у судьи есть своя любимая мишень и от мишени обама кир потому что он с этим монстром борется уже давно периодически пытается так или иначе признавать этот закон на неконституционном и него избавиться но пока его усилия вы разбиваются все тот же верховный суд тем не менее вот не так давно о коннор снова о себе напомнил и был такой мандат да ну то есть принудительная инструкция если угодно которая была запущена еще при обаме и реанимирована совсем недавно смысл ее в том что вот в рамках этого самого обама кира врачи вне зависимости от своих убеждений соображений и так далее обязаны предоставлять пациентам услуги по смене пола и теперь о коннор своим решением вот заблокировал эту часть теперь признав что так или иначе религиозные соображения свои и идейные они все-таки берут верх и судьи врач которые считают что он не имеет права играть в бога что называется а именно менять человеку пола что может от этого так или иначе отказываться и по крайней мере его никто не может принуждать кроме того это распространяется в ряде случаев и на предоставление услуг по абортам но здесь я так чувствую что лево этого не оставят это решение судьи еще будет тоже оспаривать но пока она принята и судья коннору в общем низкие поклонно по крайней мере за то что он свою линию гнет и с обама кир продолжает сражаться но и завершая эту тему чтобы все осталось хоть немного на последнюю не совсем про судей но связанную вот с вопросами свободы медицины и так далее в монтане местное законодательство и приняло уже этот закон на весьма колоритный губернатор джан форте республиканец его подписал вот монтана насколько я знаю пока единственный штат где запрещено требовать людей в акции удостоверения вакцинации это есть что замечательно потому что ну вы все знаете мою позицию уже не буду я повторять это личное мнение вернее личная позиция вас и вашего врача и никто не должен туда посторонние вылезать и меня тоже есть очень большие опасения что этот закон будет опротестовываться и на него наброситься и уже какие-то бюрократы от медицины я слышал шумят и визжат и кричат что там все теперь все в монтане умрут и так далее но то что все таки на местах не только судьи законодатели и губернаторы стараются сопротивляться но это уже есть достижение я жду чего-то подобного других штатов но десантиса хотелось бы на учитывая что он и так затерроризированы и затравлены ему конечно будет тяжело но тем не менее и оба ту тоже было неплохо но джан форте вот тоже теперь ворвался он же только в этом году насколько я помню стал губернатором ты вот тоже ворвался в число губернаторов которых лично я уважаю у него там еще и он еще принял решение в монтане запрещены города убежища в общем кажется человек весьма весьма достой здесь да тоже я умолкаю если сергей что добавит или есть звонки то с удовольствием передам слово дабы были желающие задать вопрос очевидно звонили давайте наверно у нас есть еще одна тема а если останется время примем звонки это новый роман джеймса элрой мы периодически с вами говорим о культуре о поп-культуре давно не обращался к этой теме но вот сегодня сделаю я исключение даже не исключение наоборот вернусь к забытой традиции и посоветую вам почитать книгу которая называется white spread panic авторы джеймс элрой давным-давно мы сделали даже передачу про него я вам рассказывал чем он так хорош элрой это автор криминальных романов но во первых они совершенно виртуозно написано там не буду спускаться в объяснение и трактовку его литературной техники а во вторых когда элрой в порядке он воссоздает такой удивительный мир на стыке реальности не очень много действующих лиц которые действительно существовали реально жили и вымышленных и создает такой незабываемый потрясающие жестокие притягательники угодно слова можно использовать лос-анджелес прежде всего сороковых пятидесятых годов вот его новый роман это как раз тоже лос-анджелес пятидесятых годов я не буду даже здесь сосредотачиваться на криминальной интриге но что меня впечатлило это то что элрой вот что сегодня большую смелость требует у него практически все отрицательные персонажи это коммунисты они все представлены тут негодяями не слишком отличаются порой просто бывшие или настоящие нацисты они там есть среди них какие-то идейные но в основном все какой-то все сбор всего негатива им все мои элрой и наделяет своих персонажей коммунистов что поверьте мне учитывая нынешний голливуд а галинат голливудом элрой тоже издевается будь здоров как это было тоже ну просто напросто замечать более того элрой по его собственным словам он в последнее время увлекся писателем дэниелом силовой и силовая по сгадам не такое консервативный но он пишет про масса пишется как раз о нем с уважением и поэтому то что у элрой в новом романе появляется еще и героиня с весьма неожиданным происхождением не буду его раскрывать прочтете сами но который еще оказывается прошлое выргун и лэхи и которые тоже ненавидят коммунистов по своим личным целям но это по моему одна из лучших героиня которых элрой воссоздавал и описывал в своих роман поэтому вот этот еще раз говорю любите нуар классический американский криминальный роман с большим количеством сюжетных поворотов до жестокости стрельбы насилия так далее любите яркий именно американский язык изложения и вот еще любите такой консервативный но и во многом провокационный заряд это в новом романе элрой все есть поэтому обязательно его прочтите на общем фоне сегодняшней поп-культуры еще с художественной литературы американской почти не читаю она всякое то что не попадается меня сильно удручает кино еще по инерции смотрю на его на меня тоже удручает мы вот конечно здесь элрой меня очень-очень впечатлил и знаете в одном из интервью элрой помню сказала где роналд рейган когда он всем нам так нужен интервью не так давно несколько лет назад он давал и завершая уж наверное да свою сегодняшний монолог знаете сегодня ровно но не круглая дата но тем не менее 37 лет с того момента как рейган получил второе выдвижение на пост президента на съезде республиканцев 84 года кстати тоже интересный был съезд но своей речи 23 августа почему я про нее говорю да рейган замечательная речь он закончил ее словами что весной все мы полны надежд и съесть цвет который нам кажется вечным свет америки вечен вот пришел при том что мы с вами наблюдаем обсуждаем и порой ужасаемся я все-таки очень надеюсь что рейгана да не надеюсь я уверен рейган был есть и будет прав свет америки вечен нам все надо постараться чтобы слова рейгана оправдались здесь умалка давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте я хотел бы услышать ваше мнение по поводу следующего вопроса я вчера на интернете услышал сообщение о том что в афганистане началось ну аганжироваться сопротивление талибанам на севере так называемый северный альянс в городах афганистана прошли демонстрации которые подверглись расстрелу со стороны талибана и в городах женщины вышли с протестом против правил которые вводят талибан правда это или нет пожалуйста я послушаю вас по радио я про это немного уже говорил что действительно вот что происходит в городах сейчас понять трудно что там правда что неправда и здесь мне сложно комментировать но то что сопротивление есть и даже уже какое-то подобие лидера наметилась упоминавшийся мной ахмат массу это да это существует безусловно иван огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи